здравствуйте здравствуйте как ваши дела не жалуюсь как ваши да тоже хорошо вот сегодня на свидание с девочкой сходил вообще классно было подарок он да ну ты можешь ко мне на ты обращаться на самом деле я когда вы слышу два раза в жизни слышал вы когда лекции в яндексе вел и когда собственно в этом же яндексе учился ко мне педагог на вы потому что по-другому ему с рекламным там было запрещено лучше на ты я не расстроюсь не обижусь а какие лекции ты читал яндекс я для первокурсников читал водные лекции где объяснял им особенности языка python особенности языка java рассказывал где эти языки применяются там есть такая традиция там лучшие выпускники читают первые лекции первокурсникам ну как тебе кажется вообще вот яндекс это какая компания что ты можешь стать хорошего про яндекс компания хорошего то что они и действительно вводят инновации в нашу замечательную жизнь сейчас больше всего активов находится в россии тем не менее с началом войны директор яндекса уехал в израиль с довольно смешным комментарием но тем не менее а что за комментарий я не могу жить в стране которая нападает на соседние страны и при этом уехала она в израиль короче довольно забавно почему чего забавно что забавно учитывая сколько воин проводит израиль и думаю что израиль ей не подходит вот конь швейцария конь норвегия вполне себе подошла бы а какие войны проводит израиль вот вы сможете напомнить войну где израиль напал на кого-то подожди первое израиль не белый пушистый что на него все время агрессируют и нападают пример вот сейчас последнее время он проводил так называемые спецоперации где правда в отличие от российского он действительно ликвидировал только военный объект но тем не менее был первый шаг непосредственно со стороны израиля ты вообще представляешь себе вот карту мира до размер израиля когда-нибудь видел размер израиль на какой так вот сколько есть да сколько есть стран у вот если исходить из того что эта страна националистическая да то есть израильтяне это евреи да вот сколько есть стран смысле еврейских стран иудейских странах национальность евреи преобладают ну иудаизм например иудейский сам смотри если мы например возьмем арабский мир до в арабском мире есть очень много стран окружают израиль очень много стран да а если брать израиль то размер этой страны очень очень маленький и вот у этой очень маленькой страны которая ну вот на карте вот вот такая да им говорят вы должны еще вот эти земли отдать вот эти и вот как вы думаете если бы у вас была вот территория и страна до в которой живут люди которые много веков жили на какой-то территории да и они понимают что это единственная территория для евреев как бы относился например ты вот своей такой стране ты бы не защищал я понимаю что ты хочешь сказать я не согласен с политикой арабских стран это не надо говорить я не говорю про радостные то не говорю к тому что израиль как страна не нападает на чужие страны не захватывай части территорий когда была на первом же дневная война до в израиле когда с разных сторон не обязательно захватывать территории для военных конфликтов небе это не обязательно ну ты знаешь конфликт это не всегда про захват территорию Ты знаешь, например, такая страна, как Иран? Давай так, это больше негласная политика, чем какая-то ярко сформулированная и записанная где-то на уровне каких-то официальных документов. Когда пришли к власти Айатала, когда к власти пришла задача состоит в том, чтобы такой страны, как Израиль, не было. Так Израиль должен себя защищать, имеет право защищать именно для того, чтобы... Я не спорю на то, что Израиль имеет себя право защищать, я же не говорю, это просто страна, в которой много происходит военных конфликтов вокруг нее. Я же не говорю, что она не имеет права защищать. Правильно, а почему происходят эти конфликты? Нет, можно здесь долго выяснять, что у бедного Израиля хотят отнять территорию. Я не спорю, это действительно так. Действительно, много конфликтов на почве того, что просто два государства не могут поделить территорию. Одна считает, что они исконно на этой земле жили, их изгнали, что, в принципе, правда потом, но, естественно, на этой территории жили арабы. Я же ни с чем не спорю, я же соглашаюсь только. Просто факт в том, что вокруг Израиля происходит много военных конфликтов. Я же не говорю, что плохо, что эта страна себя защищает, что я как-то не согласен с политикой этого государства. Ты знаешь, сколько за последние годы, даже за последних 30 лет, условно говоря, сколько стран, которые были еще недавно, вражеские страны для Израиля и Израиль для них, подписали мирные договора с Израилем. И сегодня нормально живут, в мире согласии, обмениваются знаниями и так далее. А вот те страны, которые застряли в прошлом, вот те страны, которые пытаются утащить человечество обратно в прошлое, например, такие же, как в России, например, Путин, его бригада, так и все, это люди, которые пытаются смотреть категориями все прошлого. То есть давайте будем смотреть, чье когда-то кого-то было, кто когда-то с кем-то подписывал что-то или не подписывал, давайте будем исходить из того, что нам не нравится, что какой-то прадедушка кому-то что-то передавал и так далее. Вот это называется люди, которые застряли в прошлом, они не понимают, как сегодня устроен сегодняшний мир, они не понимают, что такое Яндекс сегодня, потому что человек, который уехал в Израиль, она прекрасно понимает, что такое технологии западные, она прекрасно понимает, что все, что она получила в своей жизни, это благодаря тому, что американцы и вообще западный свободный мир, демократический дал возможность ей именно это делать. Поэтому она не глупый человек, что она уехала из России, потому что она понимает, в каком сегодня капкане, если так можно сказать, находится Россия. Я ж не говорил, что она глупый человек, потому что она уехала из России. Если бы у меня была такая возможность, я бы сам отсюда уехал. Я ж просто сказал, что комментарий забавный. От человека, который жалуется на военные конфликты, уезжает в страну, вокруг которой тоже много военных конфликтов. Дело в том, что разница между Израилем и Россией – это колоссальная разница. Просто колоссальная. Так я не спорю. Просто вопрос в том, что она сравнила только по одному признаку эти страны. Если бы она начала дальше говорить про индекс демократии, восприятие коррупции, вообще вопросов бы к человеку не было. Она дала только вот такой комментарий, я за него и зацепился. Потому что я считаю, что она… Я, конечно, неправильно понимаю хорошо это. Она правильно говорит. Потому что Израиль не нападает на страну для того, чтобы показать, что мы сильные, а вы слабые. Израиль защищается. Израиль находится в том положении, что если он не будет делать те или иные действия, то этой страны может так получиться, что не будет. И поэтому сегодня все жители в Израиле, вообще люди, весь народ Израиля, так солидарен один с другим. По поводу того, что это единственная страна именно для евреев, где люди могут приезжать, любой еврей может приехать, сказать, у меня мама еврейка и получить гражданство Израиля. Это единственная страна такая в мире. Ну, хорошо. Я рад, я желаю, что Израиль… Я желаю Израилю все наилучшего, чтобы эта страна дальше существовала. Я желаю мира и возземлений. О чем тут разговор-то, собственно, идет? Я же не призываю к уничтожению Израиля. Нет, я просто, знаете, к чему говорю? Нет, я говорю к тому, что вот сравнивать Россию и Израиль, это не совсем корректно. Потому что Россия ведет именно захватнические войны. Она вторгается на чужие территории, захватывает чужие земли. Я не сравнивал. Я свой, я свой, друг. Мне тоже это не нравится. Не надо мне рассказывать. Я тут то же самое сижу людям, пытаюсь объяснить. Сегодня и вчера мне рассказывали про то, что в 90-х Россию захватили американцы. Сегодня мне рассказывают о том, что коронавирус – это массовая наеб... Я думаю, я не меньше в шоке с этих людей, как и вы с меня непосредственно. Ну а что вы вообще обсуждаете здесь в руле? Что ты, мы на ты, я так помню. Вот, да. Я обсуждаю, говорю с людьми об истории, о политике. Хотя я не могу сказать, что в плане истории я какой-то очень сильно продвинутый человек. Потому что в основном мои знания вращаются вокруг истории России. Потому что другой истории, к сожалению, у нас в школах не преподается. Так что я, так сказать, освоил материал, который мне дали более-менее в каком-то базовом уровне понимания. Давай так. Знаний у меня недостаточно. Достаточно много, чтобы вот смутить вот этих людей. Чтобы у них в голове появились какие-то вопросы. Поэтому я говорю о истории, политике. Если попадается какой-то узконаправленный специалист, так как я можем поговорить о программировании. Я там рассказываю у меня, какая рабочая практика. Он говорит, что у него, соответственно, так и живем. То есть ты именно пишешь в Python, да, языке? Я работаю на множестве языков, но именно... Ты именно программист или ты системный администратор, или, может быть, тестировщик? Я не... На самом деле мне не нравится слово программист. У меня какое-то табу на это слово. Потому что еще со школы были вот эти разговоры. Ой, да я программист, вот вчера скачал Python. Для меня массовая культура сделала слово программист для меня каким-то нарицательным. Ну, потому что по-русски в обиходе говорят именно программист. Вот, поэтому я говорю, что я разработчик. И на самом деле, далеко от истины, я занимаюсь бэкэнд-разработкой. Да, действительно, я очень много проды пишу на Python. В основном, когда в каких-то хакатонах участвую. Либо на стажировках. Потому что это язык, на котором можно максимально быстро накидать какую-то фичу. Посмотреть, как она будет работать, протестировать. Потом, при желании, нужны большие мощности. У тебя весь план работы так уже составлен. Вся структура уже подготовлена. Ты просто ее берешь, переносишь на другой язык. В этом нет ничего тяжелого. Но вот именно чтобы посмотреть, как логические фичи будут работать. Для того, чтобы сделать первую реализацию. Посмотреть, как с ней будут пользователи взаимодействовать. Я думаю, Python замечательный язык. И на этом, наверное, все. Понятно. То есть английский язык ты знаешь. Может быть, не бегло, но ты его знаешь. Ну, соу-соу-соу-соу. Немножко, немножко. Если ты коды, если ты разработчик, как ты говоришь, что ты пишешь, умеешь писать коды, программирование. И ты должен их уметь делать именно по-английски, не по-русски. Коды же пишутся. Нет, очевидно, я все переменные называю на латинице. Тут вопросов нет. Вопрос в том, что уровень у меня далеко не native speaker. И на самом деле есть некоторые проблемы с грамматикой. Но вот на то, чтобы почитать документацию, сесть на родном языке, у меня обычно проблемы возникают. Я просто общался много раз с людьми, которые не native speakers, да, то есть они говорят по-английски не очень хорошо, но они великолепные разработчики, великолепно пишут программы разного вида, то есть используя .NET, C++, C Sharp и Python, да. Но при этом английский язык у них не на самом таком большом уровне. А вот мой вопрос еще один такой. В чем сегодня вот Россия действительно может о себе заявить, как вот в стране с передовыми технологиями? Я тоже задаю людям этот вопрос и тоже ответа на него до сих пор не получаю. В некоторые самый близкий ответ, который я слышал, это технологии. Мне рассказывали, да и я сам непосредственно слышал про, ну, относительно недавно, Нобелевскую премию в области лазерных технологий. Но вот потом вспоминаешь, что у какой-то условной Америки в год 178 тысяч патентов, а у России 220, и не тысяч, а просто. И как-то уже на самом деле в плане технологий уже не очень как-то впечатляешься. Если честно, не знаю, чем в нынешней ситуации можно гордиться. Давай так, есть потенциал, если возникнет в обществе общественная дискуссия, если появятся свободные СМИ, если люди начнут думать головой, начнут сталкиваться мнения, будут проводиться какие-то дебаты, я думаю, потенциал для развития этой страны есть в принципе огромный. Вопрос в том, что если ничего из этого не будет, то этот потенциал так и будет оставаться на уровне моих влажных фантазий, светлым, прекрасным будущим. А что ты думаешь про чат GPT? Ты знаешь, что такое, да? Да, господи, у меня вся лента в этом чат GPT, все кричат, вот, все, больше никаких программистов, сейчас за вас напишут коды, все, мужики, давайте, до свидания. По-моему, опасаться вообще не стоит. Чат GPT, если мы говорим про ту версию, которую мы имеем, она, так скажем, 30 на 70 справляется с школьными задачами по математике, допуская ошибки в сложении. Если мы говорим про написание кода, то она работает очень просто, она просто берет, анализирует GitHub, смотрит что-то подходящее, из уже готового написанного выдает. Коды ты смотрел, как коды пишутся, как коды, очень чистенько, все грамотно. То есть, если, например, человек часто пишет коды, ты посмотришь его, именно сам рисунок кодов, если ты разбираешься в этот разработчик, то там, как правило, вот все в такой форме, да, большой. А чат GPT он все это сокращает, делает все ненужные, убирает все ненужные, значит, элементы и оставляет тут самое основное. Ну, нет, там от случая к случаю, потому что у него все, что он выдает, опять же, на источниках из GitHub, а там от случая к случаю. Может быть, вполне себе красивая рабочая штука, может быть, какая-то полнейшая шляпа. При желании, в частности, как-то раз с друзьями, мы по приколу попросили нарисовать с помощью библиотеки Turtle, чат GPT, звезду Давида, то, что он нам там навыдавал, это просто какой-то ужас, которого хочется вскрыть глаза. Проблема чат GPT. Я знаю программистов, которые работают сегодня, используя чат GPT, их рабочий день, скажем так, сузился на еще примерно 45-50%. То есть рабочего времени, то, что им приходилось делать, то, что не делали. Ведь что такое чат GPT? На сегодняшний момент, как я это вижу, это в первую очередь правильно поставленный вопрос и правильная команда к этому чат GPT. То есть если ты не знаешь, как правильно сформулировать то, что тебе нужно, и неправильно ставишь вопрос, то тогда ты можешь получить до выхода и не с тем, то, что тебе нужно. Но я говорю вот к тому, что это же только начало. Вот ты себе представь, да, чат GPT, вот только-только-только оно все вышло. А теперь представь, 10 лет проходит, и что происходит? Вот проблема-то в том, что нейронные сети сколько уже и существуют, и развиваются. И на самом деле темп развития нейронных сетей, он не очень-то был высок, при том, что раньше у нас количество мощности компьютера росло, по сути, по экспоненте. И вот сейчас прикол этого всего заключается в том, что пока что вот это вот экспонента, я не помню, чье это правило, какого из информатиков называлось, то, что каждый год там растет по экспоненте мощность компьютеров, оно встало из-за того, и больше не выполняется, из-за того, что сейчас пока что ученые столкнулись непосредственно к физическим ограничениям, именно тем, что они, ну вот есть фотон, они его уже меньше сделать уже не могут. То есть там есть определенная пропускная способность, которая просто быстрее пока что работу не дает сделать. Так вот, сейчас поэтому будет, я думаю, небольшой, пока вот эту проблему с физикой не решат, наши замечательные ученые, у нас будет такой небольшой цифровой застой, за который мы можем откалибровать драйвера, написать все пакеты, которые так давно откладывали. Не то, чтобы это очень сильно нас деграднет, но тем не менее, какого-то особого быстрого развития нейронные сети сейчас получать не будут. То есть вот, я думаю, в ближайшие года 3-4 ничего не изменится. Ты знаешь, лет 5 назад вот такие, как ты, люди, ну я, как ты и говорю, это не то, что с плохой стороны, да, но тоже вот я общался с людьми, они говорят ничего, то есть уже дошли до того, что уже все, скорость быстрая, быстрее в принципе и не нужно, то есть вот для того, чтобы тебе заниматься компьютерными какими-то технологиями, у тебя уже все есть. Все инструменты есть, скорость уже есть, проходит время, проходит 5 лет, и мы видим чат GPT. Но знаешь, в чем я могу с тобой поспорить? Ты знаешь, что есть такая компания Google, которая тоже заявила о себе о том, что они запускают прототип такой очень похожего с тем, что ты видишь, чат GPT. Смотри, вот как Google, они сделали феноменальную работу, то есть корпорация Google, да, то есть то, что они делают. А вот именно чат GPT в той форме, в которой мы его видим сегодня, они не смогли сделать на сегодняшний момент. Поэтому все же дело в этом том компании или человеке, который рождается, говорит, все говорят, нет, 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 а этот один человек рождается, говорит, я знаю, как это сделать, и делает. И вот этот скачок происходит, как правило, не от этой толпы людей, которые говорят о том, что это невозможно, никто не сможет этим еще сделать, а вот от этого одного человека, от этой одной единицы личности, которая идет вопреки всему, делает что-то, и происходит революция. Технологическая это революция или техническая, неважно. Вот, возможно, вы меня неправильно услышали. Я не сказал, что все достигнут потолок, дальше лучше не будет. Лучше будет. Просто пока что в связи с физическими ограничениями будет такой небольшой 3-4 года застоя. Потом, конечно, если вот это все получится преодолеть, конечно, он будет развиваться. Это еще не конец эволюции нейронных сетей. Они могут в перспективе, как человек, эволюционировать бесконечно. Но факт сейчас на данный момент заключается в том, что пока что информационные технологии именно с программной, с аппаратной частью столкнулись с некоторыми ограничениями, которые пока что преодолеть не удается. Что будет дальше, соответственно, пока прогнозировать тяжело. Вот я скептически настроен. Мне кажется, что 3-4 года будет развиваться крайне медленно. Что будет потом? Понятия не имею. Может выскочить, выстрелить. И мы вообще окажемся не нужны, как разработчики. А может и наоборот. Я вижу, что в течение 3-4 лет то, что нас сегодня окружает, очень сильно изменится. А толчки будут даваться именно теми... Вот пока мы сейчас с тобой общаемся, я уверен, где-то 100, 200, 300, 400 человек сидят в разных точках мира, делают что-то для того, чтобы опровергать всех пессимистов. И именно это то, что происходит. Если брать человечество в целом, что происходило, то есть сначала был огонь добывали через камень, потом было придумано электричество, лампочка Эдисон сделал и много-много разных прорывов технологических. И вот эти прорывы постоянно происходят именно там, где есть свобода выбора, свобода, настоящая свобода. Люди, которые находятся в России, им сложно воспринимать именно это так. Почему? Потому что они постоянно находятся в этом замкнутом мире, в котором нет полной свободы. И поэтому кажется, что это сложно. Но как только человек из России, если он талантливый по-настоящему, выезжает за пределы России, например, Соединенные Штаты, попадает в Кремниевую долину, то его возможности многократно вырастают, и у него появляется... Появляется компания Google. Да, и появляется не только Google. Знаешь, сколько очень много компаний было создано именно людьми из России, которые сейчас успешно работают в Соединенных Штатах Америки? Не только Россия? Я знаю множество проектов, которые делали бывшие русские разработчики. Но это замечательно. Я надеюсь, что когда-нибудь я смогу обеспечить себе финансовую независимость, тоже уехать, поработать в какой-то крупной европейской компании. Пока что, как говорится, довольствуюсь, чем есть. А ты уже... Я не знаю, сколько тебе лет. То есть ты уже призывного возраста или еще нет? Да, мне 19 лет. Я подлежу призыву, но сейчас по причине отсрочки от армии, по учебе, меня призывать не могут вроде как. Надеюсь, не призовут. В лучшем случае я буду прятаться. Они меня так просто не найдут. Сейчас последнее, то, что я читал и смотрел, пытаются сделать закон, который сможет любого человека вызвать на войну, скажем так. То есть получить повестку через свой личный кабинет. Причем есть такой генерал из Госдумы, который сказал о том, что, когда ему задали вопрос, а что будет служить тем, значит, знаком, что человек получил повестку. Он говорит, то есть, как только человек получает на свой личный кабинет повестку в электронном виде, с этого момента он обязан для себя знать, что он повестку эту получил. Не в зависимости от того, открывал он свой личный кабинет, не открывал, получил повестку, все, значит, ее отправили, значит, ты уже военно обязанный. Да, эти фантазеры каждый год придумывают невероятные системы, каждый год ничего не происходит. Я надеюсь, что этот раз не окажется исключением. Ну, блин, но они же реально каждый год пытаются, то на госуслугах, голосование прикольное устроить, то еще что-то сделать. И каждый год вот я пытаюсь через госуслуги приписаться к больнице, и у меня порно не получается. Мне приходится ходить туда очно. Рассказывать о своих волшебных планах они могут, как Киеве за три дня, только в реальности получается совершенно другое. Потому что не в свободной стране невозможно построить ничего именно того, что создаст прорыв. Помнишь, ну, ты молодой, ты не помнишь, что когда-то Путин говорил, нам нужен прорыв, мы должны сделать этот прорыв. А как ты можешь делать прорыв, если ты людям говоришь, это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя. Они уезжают из России и делают там, где можно. Понимаешь, вот в этом же вся вещь. Талантливые люди, когда по-настоящему талантливые, они должны ощущать полную свободу и они должны ощущать себя полезными. А когда им говорят, что ты можешь работать в этой компании, но начальником твоим будет дядя Петя, потому что он знакомый Путина или там знакомый Лаврова, или еще кого-то. То есть вот так происходит в России именно карьерная лестница. Нужны лояльные люди по знакомству, те, которые смогут в нужный момент сказать, ура, Путин молодец, мы все за него. Вот такие люди нужны в России. А талантливые, по-настоящему, люди с мозгами, которые могут что-то создавать, они сегодня именно уезжают. Поэтому из Яндекса тоже уезжают в Израиль, в Америку, в другие страны. Ну, к сожалению, к сожалению. Знаешь, вообще хотелось бы как-то эту ситуацию вскоре не изменить. И надеюсь, что в будущем у меня получится и у людей, моих единомышленников, получится изменить ситуацию, не эмигрируя в другие страны, начать менять что-то в России. Потому что, если не мое поколение, то это уже никто не сделает, я думаю. Ну, а как тебе кажется, почему твои родители ничего не делали и не меняли? Вот все это время, 30 лет пока Путин, ну, 22 года, да, он у власти, вот почему они ничего не делали? Почему тебе кажется, что вот твое поколение сделает? Потому что они находятся под лютым влиянием пропаганды. Они вообще не рассматривают никакие источники. Вот они что услышали? На работе баба с рака им рассказывает про то, что злые украинцы в биолабораториях выращивают аистов, которые будут дронами камикадзе лететь в Россию, что по новостям они слушают какой-то бред про одесского мальчика. И у них нет желания, они какими-то обывателями, что ли, стали, вот они это слышат, и у них нет желания проверить это там. Как-то, может, другие точки зрения рассмотреть. Вот у них, им дают одну позицию, и они с ней согласны, потому что кроме этой позиции они вообще не видят. То, что там есть в интернете понаписано, им неинтересно. Мое поколение как-то абстрагировалось от телевидения, оно как-то старается больше смотреть, именно адекватная его часть старается заниматься фактчекингом, старается смотреть на все возможные ресурсы, сравнивать мнения, брать каких-то два политических лагеря. К примеру, я иногда посматриваю шоу Соловьева, но, честно, больше 15 минут без смеха пока что у меня не получалось. они как-то видят два лагеря и смотрят на аргументы и того, и того, и сравнивают их. Что логичнее звучит, что лучше. Ну смотри, я услышал тебя, ну смотри, получается так, то, что ты сейчас сказал, если допустить, вот именно допустить, да, что сегодня в России отключают интернет и делают интранет, ты знаешь, да, что такое интранет? То есть это внутренний интернет, локальная сеть, да, локальная сеть, будут показывать то, что выгодно, условно говоря, только власти, будут рассказывать молодежи российской сегодня ту информацию, только ту, которые хотят. Власть, чтобы услышали молодежь, то есть ты допускаешь, что если такая ситуация будет, то в принципе через какое-то время и ты превратишься вот в своих родителей. Нет, у меня уже есть какая-то четко сформировавшаяся позиция, от которой мне отступить уже будет крайне тяжело. Но я допускаю, что если вот эта ситуация с локальным интернетом случится, то мы получим вторую Северную Корею, где люди вроде как живут и вроде как счастливы, но на деле ни того и ни другого. А видишь ли ты тенденцию, именно такую тенденцию, что такое может произойти в ближайшем будущем в России? О таком грезят и мечтают. Но, опять же говорю, это, я думаю, останется на уровне разговоров, чтобы они смогли создать полноценно работающую функционированную локальную сеть, а потом поддерживать и обслуживать ее. Блин, ну они пока что со своими же пакетами своих же санкций против Телеграма справиться были не в силе. Ну какая локальная сеть для России? Я думаю, у них просто рук не хватит. Это ведь им придется тогда закупать иностранных... Они ведь в шапочках из фольги, им придется отказаться от иностранного оборудования, им придется начать опускать вот эти позорные процессоры Байкал, от которых именно я очень люблю смеяться. Я тебе скажу, как это очень просто сделать с позиции именно властей российских. Они говорят, это не мы, как Путин говорил, это не мы уходим от доллара, это доллар уходит от нас. Он начнет говорить о том, что это не мы отказываемся от западных технологий, это западные технологии от нас уходят. Извините, народ, мы ничего не можем сделать, но мы вам вместо этих технологий им даем наши. Да, они хуже, да, там не так все гладко, но это наше. Поддержите, вы же патриоты, и люди будут кричать ура в этом пьяном угаре. И через какое-то время эта работа будет плохо. Я не знаю, вы не жили в то время в Советском Союзе, когда телевизор переключали швабры, вот, например, заходил на автовокзал или какой-то еще вокзал, висит телевизор, да, и переключатель не работает. Подходила, значит, женщина с тряпкой, да, со шваброй, поднимала швабру и переключала каналы телевизионные, если нужно было там, или подправить что-то. Или когда по телевизору нужно было сильно ударить для того, чтобы этот телевизор работал. Это же все уже было. И в принципе, человека, который находится под влиянием пропаганды и влиянием страха, а именно на этом основана вся путинская система, именно на вот своем влиянии и запугивании населения. То есть постепенно закручиваются гайки, постепенно рассказывается населению о том, что никто не вправе ничего изменить и что система намного сильнее, чем любая личность одного человека. А мы с вами, вот я с тобой вначале, да, когда говорил, я сказал, что этим свободный западный мир отличается от России тем, что каждая личность единица человека что-то значит. И что пока многие кричат о том, что что-то невозможно, один человек что-то сидит и делает. И через какое-то время этот человек говорит, смотрите, я это сделал. Вот сейчас GPT, например, есть. Да, там команда работала, но ведь был тот человек, вот это первое звено, да, тот креативный мыслящий человек, который сказал, я знаю, как это сделать. Нужно сделать вот это, вот это, для этого не нужно. Сначала была идея. Да, совершенно верно. Я надеюсь искренне, что эта ситуация как-то исправится. Я надеюсь, что... Сама собой? Я бесспорно... Сама собой? Сама собой она никогда не исправится. Должно быть общественное желание на это. Чтобы общественное желание появилось, нужна общественная дискуссия. Людям должны перестать закрывать рты. Люди должны начать обсуждать что-то. Люди должны начать спорить. И только тогда в этом споре зародится та позиция, которая нужна именно России. А как они могут начинать это делать? Как они могут начинать спорить, если им говорят, вы не можете спорить? Кто будет спорить, тот пойдет в тюрьму. Сказал слово, иди сюда. Вот. Нужно аккуратно. Я, если честно, у меня нет каких-то суперреволюционных планов по этому мнению. Мне просто кажется, что вот... Просто кажется, что и переключился. Вот это все и заканчивается. Понимаете, вот либерализм в России, даже среди людей, которые мыслящие, что-то могут читать, узнавать, интересоваться. Все заканчивается именно на том, что кто-то должен это делать, но не я. Так работает сама система. То есть общими фразами, да, можно сказать, нужно, чтобы люди спорили, нужно, чтобы люди говорили. А вот как это сделать? Все это понятно, что нужно, 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 нужно. А как к этому прийти? А к этому прийти можно только, если каждый человек индивидуально будет для себя говорить, что я могу сделать. Как это происходит в развитых свободных демократических странах. Как это было в Украине и происходит в Украине. Когда каждый человек, зная, что если он выходит на улицу и увидит несправедливость, он не молчит, он будет про это говорить. Каждый человек. Да, есть какой-то процент людей в Украине, как и во всех остальных странах мира, которые отмалчиваются и не совсем активны. Но вот дело в этой пропорции. Когда здоровое общество, оно на справедливость смотрит открыто и не прячется от этой несправедливости, а открыто об этом заявляет. Как-то так, друзья. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я вам, как всегда, всем желаю добра, любви, счастья, благополучия, понимания, скорейшей победы и мира. И мы с вами скоро увидимся. Пока.